Находимся на берегу Каспийского моря, в курортном городке Набран. Многие, кто были в Азербайджане, это место хорошо знают. Но сейчас январь месяц, погода не сезонная. Но мы сюда приехали не для курортных дел. Здесь у нас есть замечательный человек, которого зовут Забиль Сеферов. Вам, конечно, это имя мало чего говорит, но все вы видели видеокадры 90-х годов, которые сняли армянские бандиты, сепаратисты на территории Кельбеджарского района Азербайджана. Тогда один малолетний азербайджанец был посажен на танк армянами и был увезен в неизвестном направлении. И в это время мы видели женщину, пожилую женщину, которая умоляла этих сепаратистов-бандитов вернуть ей ее внука. Но они ее не послушали. Что дальше случилось, многим неизвестно, но мы знаем, что эту бабушку расстреляли перед глазами ее внука. Сейчас мы здесь именно с этим молодым человеком. Его зовут Забиль Сеферов. И Забиль Сеферов наших зрителей тоже приветствует. Он на русском говорит не очень хорошо, поэтому он будет говорить на азербайджанском, а я буду переводить вам на русский язык. Ну что ж, Забиль, пойдем в внутреннее помещение и побеседуем с тобой. И ты расскажешь нашим зрителям историю своей жизни, которая случилась в Кельбеджарском районе. Как вы поняли из анонса нашей передачи, так же мы сделали с берега Каспийского моря. С нами сегодня в гостях Забиль Сеферов. Фамилия Сеферов, конечно, для наших армянских оппонентов очень знаком, но это совсем не тот Сеферов, о котором они подумали. Это у нас Забиль Сеферов. Забиль Сеферов сам из Кельбеджарского района Азербайджана. И он там родился, он там вырос. И мы видели кадры до начала нашей передачи. И именно тот молодой человек, тот, можно сказать, что ребенок, был посажен на танк к армянам и увезен в неизвестном направлении. Многие не знали, чем эта история закончилась. Многим это было неизвестно. Но сегодня мы как раз с этим человеком, который вот тогда армянские бандиты посадили на танк и увезли в неизвестном направлении. Забиль, здравствуй. И мы сейчас с Забилем будем говорить на азербайджанском языке. И Забиль будет рассказывать свою историю. Мы переликимат нас русский языку. Можно? Можно. Да, нужно это сделать. Абиль, близко, мне нужно им безусловно помочь нам как вам надо. Как вам надо. Как вам надо. Как вам надо. 7 лет назад. Кельбеджарский района. Как вам нужно. Участить. 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 Основать назад. Вчастую. Севастить. Я. В 1978 году родился в Кельбеджарском районе в селе Звел. До второго класса он учился в селении Звел, а со второго класса до начала событий в Карабахе он жил со своей бабушкой, а бабушка была в селении Чирак, тоже находился в Кельбеджарском районе, и он помогал бабушке своей, которую вы тоже видели на этих кадрах. Имея, а села거나 а canción не было «Памямо». В 90-ти апрель месяце Невероям в Кельбеджарском районе – мы в Кельбеджарском районе и брожем и нашiredм сорта оселик. До 1993 года, до апреля месяца, Забир проживал с бабушкой, с тетей и с покойной дедушкой в своем селении. Мирно, спокойно. Это было мирное село с мирными жителями, которое называлось Чирак на территории Кельбеджарского района. И в марте месяца 1993 года началось наступление армянских бандформирований на территории Кельбеджарского района. И это было началом боевых действий в Кельбеджарском районе. Район пришли, район пришли. Меним отом, анан, гардошин пришли, ангур, мальчик, заматы пришли. Меним ненам, я ненам в городе, ненам в городе не пришли. У нас пришли, а пармага пришли. Да, у нас пришли, а пармага пришли. Район, заматы пришли, да? Район. Кельбеджарск, нашу квартиру были в городе уже, а пармага пришли. У нас пришли, а пармага пришли, а пармага пришли. Значит, когда армянские бандформирования начали наступление в это село, Но все население этого села покинули местность, осталась только бабушка Забела, как бабушку звали? Саадет Хан. Осталась только покойная Саадет Хан и еще одна семья. Они не покинули свои земли, они оставались на этом село. И несмотря на то, что было наступление вражеской техники, вражеской армии, они продолжали оставаться на этой территории. Несмотря на то, что отец, мать, вся семья Забела приехала туда, чтобы их забрать, но бабушка его отказалась потянуть село. И вместе с ними осталась ущерна семья, все остальные покинули село. Потом пришли армяне, бандиты, террористы, которые оккупировали мирное село. Что дальше случилось? СОСТОЛИ СОСТОЛИ. Что же это? значит ситуация следующая по соседству семья которая состояла из девочки 15-летний отца и бабушки какая там семейная драма послушайте внимательно только для того чтобы не попасть в плен к бандитам потому что они знали последствия того что если девушка попадать в плен бандитам отец попросила девочку расстрелять себя а потом бабушку лишь бы они не попали в плен армянам девочка исполнила просьбу отца она расстреляла расстрелялась собственного отца сначала а потом собственную чтобы сохранить свою честь и достоинства она расстрела себя три поля пустила себя но не умерла дальше послушаем что дальше Мы пошли на улице и вверх. И потом туда нашли его вирус и инженер abонятся на улице. Мы потом и вверх, сюда очень готовы, всё так же, когда мы уши обрали. И так, вы делали во время глубокой мошенко, вы делали. И у нас только здесь, и вышел на улице. А, окременно, в это время и он шел на улице. Они были в юных армии, но они не знали. Они не знали, что я не знал. Они не знали, что они не знали. 4 апреля 1993 года армияные танки въехали в это село, Чирак называется село, и начали там очистку. И они потребовали подняться на танк Забила и его бабушку. Но так как бабушка пожилая, она не смогла подняться на танк. Подняли только Забила, бабушка осталась там. Что дальше? Он сказал мне. Устанни, что они поведены. Он сказал, что они ускорили, что они это не будут здесь. Поэтому я помогал. Я не знал, что они обовы проявлялись, которые живут и даются в Ушаки. У меня не было никак. Ушак может быть, я не буду обманетки приехать. Бабушка попросила этих бандитов вернуть ей внука. Как вы это видели на этих старых видеокадрах, бабушка попросила вернуть внука. Так как родители оставили ей внука под присмотром, и она отвечала за него головой. И она попросила, чтобы вернули. Но, конечно, бандиты не послышались. Пожилую женщину не вернули ребенка обратно. И после этого, конечно, бабушка рассердилась и начала высказать им свои гневные слова. После того, как видеокадры прекращаются, но события продолжаются. Из-за того, что вот эта бабушка потребовала внука и не получила обратно, она высказала все, что думают о них, что рано или поздно эти земли будут освобождены, они будут выгнаны из оккупированных земель. И все они будут уничтожены, как бандиты. Это бабушка сказала этим армянам. Они рассердились, рассердились, и на глазах у Забила расстреляли эту же пожилую женщину. Прямо на глазах муку. Потом он слезает с танка к своей бабушке. Может, каким-то образом можно оказать помощь, может, она ранена, может, что-то еще-то. И как армяне, бандиты видят, что он спускается с танка, его тоже избивают. Избивают очень жестко. Прямо на глазах. У меня был веком. Вот, да, он был верил. Веком года мы верили отец . Да, верите. Потом я вернулся веком тарган. В hexагогах я и у reinsем дыйс. Вот эта часть делает шутки. И одна из победы и что она сделает о pied. Когда я знал, на самом деле представил, что такие либо наиболее одной из Азербайджана. Вы? Да, это же был. значит он после того как его избивают за то что он спустился с танка и хотел помочь бабушке его избивают потом он просит хотя бы убрать с дороги тело своей бабушки и ну хотя бы чем-то ее накрыть тело потому что она уже погибла ему это разрешает он своими руками сколько тогда лет было ему тогда было 14 лет 14-летний мальчик он несовершеннолетний он своими руками собственную бабушку пожилую бабушку с дороги убирает на более невидное место и покрывает ее тело тонким слоем песка или земли для того чтобы она не посередине дорогу дороги было и после этого они вот этого мальчика который увидели кадрах вот забил который вместе с нами обратно забирает на танк брата с нами учите на танке я собираюсь посмотреть ради этого После этого их привозят в Кельбеджер и там принимают решение отвезти их в Ереван, но потом какой-то армянский командир приходит и решает оставить их там и каким-то образом, ну дальше послушаем. Когда они говорят, почему? Потому что он встречается со своим соседом в этом месте. Их вдвоем привозят в Кельбеджер, центр района Кельбеджер. А там он встречается с 64 пленными, количество 64, но они старики, женщины и дети. И самый младший из них 14-летний Забил. Там нет ни военных, ни каких-то там военнослужащих, никого нет из них. Только мирных жителей, 64 человек, они собрали вместе. Что дальше? А на самом деле мы восхищали. В Кельбеджер я срабила 6-7 сними. Ашир, в Кельбеджер я был в Кельбеджер в Кельбеджер. Он был показывать, что не было в Кельбеджер. Он был в Кельбеджер и убрали. Там были люди среди этих пленных, которые, значит, для того, чтобы не попасть в плен к армянам, они сами собственноручно убивали своих женщин. Одного из них он лично знал, он собственноручно расстрелял собственную жену, лишь по одной причине, чтобы она не попала в плен армянским бандитам. И тогда их всех собрали вместе, некоторых он там знал, и им сказали, если вам очень нужна вот эта земля, это армяне говорят азербайджанским пленным. Говорят, если вам нужна эта земля, вот возьмите, съешьте эту землю. Представляете, да? Вместо того, чтобы кормить военнопленных нормальные, хотя бы съедобные чем-нибудь, им говорят, съешьте землю. Значит... Дальше. В днем здесь все время более один день, который мы отправим его кормить, мы используем его кормить ирируем, мы используем их кормить, и разум так авиано, мы используем. Это мы используем 80 с buffets, то есть, и другие армии, ирируем его кормить, мы используем его кормить. Это вы? Они используем этот бандитам, которые вы использовали, и, в этом бандитаме – да, Вы ни или нет? Ситуация какая? Смотрите, что там они делали. Они вот этих гражданских лиц, пленных гражданских лиц, брали с собой, знаете куда? На мародерство. Вот этих людей, азербайджанцев, отвозили в азербайджанские села, чтобы они собственноручно собрали все, что есть в домах, съедобное, несъедобное, ценное, все, что есть в домах, собрали в армянские машины и отвозили в армянские позиции. То есть армян использовали азербайджанцев для того, чтобы они собственноручно свои же ценности отдавали армянам. Но они были заложниками, они не были военными, они были заложниками, гражданскими лицами и они были вынуждены выполнять все, что говорят им вот эти бандиты. У нас был и бандиты, пришли за 2 человека. Идриста, который был брackеватель из Москвы. У меня случилось, чтобы они оказались в армянские машины. После 10 дней вот таких мародерств, которых использовали самих пленных, они решили переодеть их, переодеть. Одного пожилого человека, который был рядом с ним, переодели в форму армянского полицейского, а его одели в камуфуляжные формы для того, чтобы отвезти Ереван. И на вопрос, куда они едут, что с ним случится, они говорили, что мы везем вас в Ереван для того, чтобы отрезать ваши головы на могилах своих родственников. Вот такой обряд у армян, отрезать головы азербайджанцев на могилах своих близких. Вот такая была цель. 2-3 оutar. Президент Азербайджанцев, лошадь за normа, и после перезатки азербайджанцев. Президент Азербайджанцев завел, азербайджанцев и получился, лошадь и лошадь. Мы попали отверстие, надежду. Мы западали и Durchford. Уже Эльмитана. Нет, и Эльмитана. Эльмитана, перекладывался. Он переследовал домой и сказал меня вот, и Украинаivi с этим демокрой. И этот парок выжил. Здесь закончился. Меня тоже смотрят, мне уже не сооритет. Мне иначе сказали, что это мой формат газета. Потом мне иначе 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 иначе, я тогда issues мне иначе. Ноibи отражали, хотя хотел бы. Вот инициативно, а мы. Я думаю, что мы все сделать. Иначе Микitzевна иначе должна быть готовы. Их хотят вывести из Кельбеджара, армянские бандиты, под видом того, что они военные, типа ОМОНовцы. И во время вот этого проверки, когда бандиты хотели покинуть территорию Кельбеджара, останавливают армянские военные и спрашивают, кто они такие. И те бандиты говорят, что это ОМОНовцы, типа это ОМОНовцы, их вывозят в Гереван. Тогда смотрят на одного и говорят, ну да, этот пожилой человек, у него форма, да, вроде он похож, а этот вроде не ОМОНовец, он же ребенок. У него форма, как бы, да, даже на него весь висит, он не подходит, нет под какого ОМОНовца. Каким ОМОНовцем он может быть? Потом эти же бандиты предлагают армянским же военным деньги. Он даже запомнил одного из них, который вызывали Артур. Золото, предлагает им золото за этих людей, чтобы они приняли взятку и отпустили этих военных в Гереван. Но они не соглашаются ни на деньги, ни на золото, что их нельзя вывозить. И после того, как они получают отказ от собственных же военных, отпустили их в район Агдара. Агдара. И как зовут месту? Гетаван. 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 Значит, в этом Агдарянском районе их привезли в одно место, где армянские оккупанты рисовали карту местности. Его спрашивают, сколько тебе лет? Он говорит, ну мне 9 лет, хотя ему было 14. А где родители? Родители, когда мать умерла, отец не знает где. Спрашивают, он имеет какое-нибудь отношение к ОМОНу? Он говорит, нет. Ему просто переодели форму ОМОНа. И тогда его спрашивают, чтобы он на этой карте местности, которую рисовали бандиты, тогда не было ни смартфонов, ни телефонов, тогда карты местности буквально другими рисовали, чтобы он показывал там высотки, самые подходящие высотки. Он говорит, самая подходящая, самая высотная часть, это Муров Дагв, который все знают, и кроме этого он ничего не знает. И среди них, там где он был, были еще 10 человек, и среди них была одна женщина. Эта женщина для того, чтобы сохранить свою честь, она скрыла себе вены. И скрыл свои, как бы, вены для того, чтобы не попасть в руки армян живой, но ее спасли, привязали вены, и что дальше случилось, давайте послушаем. Я уверен, что это не фак, что мы думаем. Она не елит ему при том, что он понимал, что он не делал джаз от его ребенка. Я всё, я вам скажу, что автомобиль, было бы хорошо remarks. И злит ему. Эта , что он не пытается regretать. Он был в плену, когда привезли женщину с двумя малолетними девочками. И армяне положили глаз на этих девочек. Они были малолетними, они были несовершеннолетними и, самое главное, малолетними. И когда мать почувствовала, что они положили глаз на этих девочек, она попросила выйти в туалет и сделала отверстие на стене туалета. Сначала собственноручно повесила собственных дочерей, для того, чтобы они не попали в руки армян, малолетних дочерей. А потом сама себя повесила, покончила с собой. Только по одной причине, чтобы не попасть в плен армянским бандитам. Он был скучно под ремонтами, который был новый. ВАИМЕДАНРЕ, мы получили с ресурсами, все это все было в ремонте. В Адамянке тоже был в организме. Как это было? Значит, он там оставался, в этом Авдаринском районе, месяц. Там был частный дом. В этом частном доме армянские бандиты сформировали военную часть и туда собирали азербайджанских пленных из гражданских лиц. И когда военные уходили, местные жители этого селения приходили к азербайджанским пленным и, буквально в смысле слова, пытали их. Пытали. Просто так, из-за того, что они азербайджанцы. Значит, тех взрослых, которые были с ними, их отвозили в Ереван. И что с ними дальше случилось, он не знает. Но был там один командир, которого звали Норик Данальян. Он ему сказал, что тех, кого везут в Ереван, ничего хорошего с ними не случится. Поэтому в Ереван ехать ему не стоит. Он сам хотел вместе с этими азербайджанцами уехать с этой местности. Но ему сказали, что в Ереван ничего хорошего нету, потому что, ну, как я вам сказал ранее, есть такой обряд отрезать голову азербайджанцев на могилах своих родственников. И всех азербайджанцев, которые отвозили в Ереван, ждала вот такая вот честь. Ухаляйте, в Ереван, в Киеве, в Ереван. В течение года он оставался там и его там использовали как рабочую силу и когда их были дубинками, они радовались этому. Потому что бить дубинками для них казалось, ну, как будто бы пощечиной. Потому что когда били лопатками, когда били цепями и другими железными инструментами, это было на самом деле пыткой. А дубинка это как бы, да, мягкая резина, это для них это была радость, если дубинка бьют. И в течение года заставляли их там работать на тех или иных работах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В течение года, как он там находился, значит, пришли туда представители Красного Креста. И они хотели спасти гражданских лиц, но представителей Красного Креста туда не пустили. Там была украинская журналистка, которой звали Светлана. И по настоянию Светланы, фамилию помните? По настоянию украинской журналистки Светланы, представителей Красного Креста пустили к пленным, к заложникам. И тогда к ним присоединили одного переводчика, чтобы переводчик перевел все, что говорят пленные. Но переводчик был армянской национальности. И она специально, или он, не знаю, специально переводила слова пленных представителям Красного Креста совершенно иначе. Ну, сами понимаете, да, если заложник говорит, что ее там бьют, кормят землей, заставляете жрать землю, и всячески унижают, всячески оскорбляют и пытают, переводчик доносит все слова до представителей Красного Креста совершенно иначе. Интерпретирует по-своему, которое выгодно армянской стране. Украинская страна. Украинская страна. Украинская страна, когда я приехал в Азербайджан, они интересуют. Он был гранат, но они обезвределен. Они демократные страны. Валяи, где я приехал в Азербайджан. Азербайджан, ваше украинская страна. Например, шахтатан, диллабоин, бельгин, бельгин. Азербайджанская армия пошла к контрнаступлению в кербиджарском направлении. И к армянам в плен начали попадать азербайджанские солдаты, раненые. И тогда его использовали для того, чтобы он переводил азербайджанских солдат на армянский язык. Хотя там армяне сами отлично понимали азербайджанский язык, почти все хорошо говорят на азербайджанском языке. Но его использовали в качестве переводчика, чтобы он переводил этих солдат. И еще и помогал им. И среди этих солдат были те, которые были руки обморожены, были которые с администральными ранениями, в шею, в грудь. Азербайджанская армия. Азербайджанская армия. Азербайджанская армия. Азербайджанская армия. Значит, в 1994 году армяне отвезли его в собственное село, где он жил, родился там его отец, его дедушка. Вот собственный дом и заставили его собственноручно разрушить отцовский дом. Почему они это сделали, я не знаю. А у нас нет денег, это не так. Азербайджанская армия. Азербайджанская армия. Азербайджанская армия. Азербайджанская армия. были золотые зубы тех, кто были похоронены в этих кладбищеах. Все, это мазь России. В азербайджанском языке, эмин класса, визуарев upside, соблевали форекс. Пока была. Утром выстрелы, кушать? У tiene что там. Будьте, ребенка. Он сela. Слухи были очень ужасные, вот сейчас он рассказывает, прямо коротко сказать. Скажу, да, значит, их держали голодными, 10 дней бывало, 2 недели бывало, что они ничего не ели. И когда им давали еду, им еду бросали как животным, ну просто кидали как собакам, чтобы они питались. И были очень много оскорбительных, унизительных моментов, когда, допустим, азербайджанских заложников раздевали догола в ямваре, в феврале. Вот такой холод, как мы сейчас находимся. И заставляли бегать по военной части. И они по своему усмотрению, по своему желанию, с расстояния расстреливали этих пленных, которые бегали по территории этой военной части. Просто по настроению расстреливали. И к ним попал один разведчик, 22-летний азербайджанец. И они знали, что он убил много армянских бандитов. И он является активным участником боевых действий. И, зная это, они пытали его. Но что самое главное привлекло внимание нашего героя? Его пытали, все его тело сожгли горячими железными арматурами. Но он ни одного звука не сдавал. Все время его пытали горячими арматурами. Но он не издавал ни одного звука. Ничего им не сказал. И потом, в следующий день, его отвезли. И какой-то обряд совершали. Я не знаю. Этот обряд. Оказывается, отрезать голову азербайджанцев на могиле армянина, это такой обряд, это такой обычай, традиция, что на могиле армян надо резать голову азербайджанцев. У них огромная ненависть к тюркам. И они своих детей маленьких пугали тюрками. Если мы пугаем собакой, волком, чем-то еще. Они своих детей пугали туркам. Если будешь себя плохо вести, вот мы сейчас сюда позовем турков. И, соответственно, для них турки, они считались, как для маленького, так для взрослого, все считались врагами. И когда к ним в руки попадали азербайджанцы, турки, и для них это было большой честью, оказывать своим мертвым, да, большую честь, резать голову этого азербайджанца на могиле своих родственников. И они были готовы отдавать немало денег для этих живых азербайджанцев, чтобы их голову были отрезаны на могиле своих родственников. Вот такой обычай армянский. Если кто-то не знал, пожалуйста, ознакомьтесь. Сейчас мы хорошо исполниимся. Тема нет, кто-то оданьше въездуются, кто-то для тех, кто-то однажды, кто-то уходил за ногу. У меня не бывает ожидаются? Азербайджан, которые стыдят оба шишки. Когда я пришел на шишат, я пришел на пыль. Вчасты в Медине. Я пришел на шишат, когда я пришел на пыль. Потом его приводят в город Шуша, который контролировался армянскими бандитами. И в этом городе Шуша он сталкивался с суицидами азербайджанцев, которые не могли терпеть вот эти унижения, не могли терпеть эти оскорбления. А никто собственноручно присоединил к своему телу электрические провода для того, что его убило токовым напряжением. Кто-то повесился, кто-то вскрывал в себе веяное, потому что терпеть их оскорбления, унижения они дальше не могли. Единственным выходом этой ситуации было самоубийство. И он рассказывает такой случай, что был момент, когда его оставили есть свиньину. И он отказался есть свинину. Он говорит, я свинюны не ем. Для кого-то это деликатес, для кого-то это мясо. Но он отказался есть свинину. Из-за того, что он отказался есть свинину, его 10 дней держали в Шушинской тюрьме в карцере. И он в этом карцере, ну ребенок, да, сколько там, 15-летний, 15-летний ребенок. И он в этом карцере 10 дней без еды, без пищи. Но можно сказать, что полностью был парализован. И один из представителей Красного Креста, который звали Пьер, он приехал в Шушу, увидел Забила, который был помещен в карцер. И почти парализованного человека забрал себе домой. И он в этом доме, значит, Пьера, почти 10 дней был прикован к кровати, ну, чтобы вылечиться. Он, гюл, 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 гюл. Гюл, гюл, гюл. Гюл, гюл. Гюл, гюл, гюл. Гюл забил, гюл збил. Гюл збил. Гюл збил или збил. Гюл збил, гюл збил он. у него кроме этого было огромное количество несмотря на то что он был молодой но почти когда 15-летний мальчик и у него огромное количество травм у него была крыжа его когда уши уши вы перепонки лопнули и в различных местах травмы черепно-колобная травма есть друзья мы ждем 1-й часа и выпускаем 10-й часа в месяц и Он рассказывает, что на входе в тюрьму армяне Они нарисовали в форме креста какое-нибудь изображение И окружили этот крест цепью И один ребенок, когда проходил мимо этого креста, наступил на эту цепь Он не на крест наступил, не на что-то другое Именно на цепь, которая была вокруг этого креста Из-за того, что азербайджанский ребенок наступил на цепь, которая окружает крест Всех азербайджанских заложников, которые там находились Зимой, зимой, ямварь месяц Где-то ямварь-февраль Сутки держали, совершенно голым Сутки держали на снегу Представляете, да, это что-то такое Сутки держать на снегу, открытом воздухе, голым Только из-за того, что почему-то наступил на цепь, которая окружает армянский крест Вот, пожалуйста Вот первые христиане мира Вот самая гуманная нация в мире Армяне Как поступает с азербайджанцами, которые наступают на цепь, которая окружает их крест Вот об этом и речь, когда они говорят, что они первые нации, которые принимали христианство Вот из-за этого принимали, да? Чтобы всех других религий, всех других людей разных вероисповодания Вы держали на открытом морозе, голым в течение сутки Вот, пожалуйста Вот он просто говорит, я ужасаюсь, я вам все это перевожу Я не думаю, я не представляю, какие вы испытываете чувства Там были армянские командиры Которые звали, то есть Славик, Эмин И что они делали? Они вырывали у них ногти Они иглой, ну как шприцом в Вену вводили солярку Представляете, да? Солярка Это дизельное топливо для автомобилей Людям в Вену вводили солярку Били топорами Обратной части топором били людей Вот такие были там пытки против азербайджанцев Одного азербайджанцев, который был одним из заложников Привязали к шишинской тюрьме Перед глазами всех других заложников Привязали к стенам тюрьмы И горячими прутами, горячими железными прутами Нарисовали на ее груди форму креста Вот один из армянских христианских гуманных форм Обращения к заложникам Горячими прутами рисовать крест Крест на груди у заложника Вот, пожалуйста Привязали на корене Нашicating Бывают Озербайджан ai Около Он рассказывает о форме пыток, которую армени применяли к азербайджанцам. В Кельбиджарском районе, в селении Гзылгая, они заживо не похоронили, а до головы, до шеи, зарыли в землю 23 азербайджанцев и оставили на ночь там. А что дальше случилось, знаете, они до утра оставили там их, а до утра всех этих азербайджанцев, которые были до шеи, зарыты в землю, волки загрызли головой. Вот, пожалуйста, это вот очередной метод армянского гуманизма. Вот таким образом они расправлялись с заложниками. 23 человека головой загрызли волки ночью, а все тело осталось внутри земли. Продолжение следует... Они не смотрели младший, старший, ребенок, взрослый, женщина, мужчина. Всех заставляли работать. И все они там жили, когда были заложниками, в самых ужасающих условиях. Он радовался камню, когда был камень, чтобы голову положить. Иногда даже камня не было. И он буквально спал под открытым небом, под дождем, в воде. И когда он находил камень, он радовался, что хотя бы голову можно положить на камень, чтобы голова не промокла. И были моменты, а он еще говорит, вот посмотрите, как сейчас в Азербайджане живут армянские, находятся армянские пленные. У них все условия, они питаются, у них теплая одежда, они в сухих местах, они живут почти у нас, они кормятся у нас. Но азербайджанским заложникам, пленным, никогда таких условий армяне не представляли. Все условия были только пытки, оскорбления, унижения и самые худшие условия, что может представить человек. И еще что-то, когда мы собрали эти пленки, дети позавали мне, чтобы они подали эти пленки, то они сюда и с которыми, которые они спасли, что эти пленки приняли. Пустили они, чтобы они разогнули. И еще один способ, армянских пыток он рассказывает четверо азербайджанцев убежали из тюрьмы и двух они расстреляли и двух поймали вернули обратно и перед глазами других заложников они привязали этих двух азербайджанцев к танку и катали по территории тюрьмы и когда они катались вот этих азербайджан тела они были живыми на них поднимались армяне и армейный пад interviews на телах этих азербайджанцев они живые были вся их тела была крови все их тела но они продолжали вставать найти на тела этих людей этих азербайджанцев и танк таскал этих тел они на этих телах катались вот такая вот такой способ пытки Один из них, один из своих других арбатурсов, удалось спасти он до сих пор живет где-то находится дай бог мы его тоже найдем другого через два дня убили как убили он не знает что ли ему какие-то там препараты то ли что-то еще но его убили и он говорит что красный крест приводил им значит довольно одежду для заложников а это одежда им не давали вот они видели что красный крест приводит одежда для того для военных для заложников гражданских лет но они это одежда не получали не значит красный крест их посещал часто они красный крест не пускай к заложникам но когда красный крест представители попадали кило заложников они им давали ботинки одежду обувь чем теплое они их получали когда красный крест уходил они обратно их забирали чтобы они оставались почти голыми и сами их одевали представляете да помощь красного креста для заложников армянский бандиты использовали в своих целях и красный крест часто к ним приходил туда не пускали представители красного креста не пускали к ним но каким-то образом они туда попадали и вот тот самый привет которые у которого срок службы закончился но несмотря на это он продолжал там находиться и он как раз помогал давайте дальше послушаем дальше он после пьер засыпали ханкинг а у вас мать-турал да язвы без мать-турал язвы без мать-турал язвы и в То есть из Шушинской тюрьмы, наверное, видел условия, которым он содержался в карцере, его вылечил, поставил на ниге и потом его отвез в Хан-Кенде. В Хан-Кенде они писали письма и не дай бог кто-нибудь на этих письмах жаловался на условия содержания, что их бьют, питаются, оставляют работать. Если кто-нибудь негативно что-нибудь писал, этих писем не отдавали Красному Кресту, а их самих избивали за то, что они пишут такие письма. Потому что они все письма азербайджанских заложников читали и только после этого отдавали представителям Красного Креста. И тех, кого били, они представителям Красного Креста не показывали, чтобы Красный Крест не рапортовал, что азербайджанских заложников там бьют, питают. Послушайте внимательно, Серж Саркисьян бывший президент Армении, нормально, да? Послушайте. Он был одним из тех, он был тогда командиром 4-го батальона, он был одним из тех, кто самым жестоким образом пытал азербайджанских пленных в тюрьме в городе Ханкенди. Ну, кому если неизвестно, прошу привыкать, Ханкенди, это по армянской версии город Степанакерф. Но ничего общего с Шаумианом Степаном этот город не имеет. Шаумиан это большевический бандит, который в свое время уничтожил в городе Баку огромное количество азербайджанцев. Этот город называется Ханкенди. И вот в этом городе Ханкенди бывший президент Армении, Серж Саркисьян, собственноручно пытал азербайджанских заложников. Вот человек там находился и он об этом нам говорит. И у него там были дружки, Славик его друга звали. Славик, начальник столовой Аркадии, Зампатылы. То есть там были люди, Аркадий, он с фамилией не знает, может быть эти люди уже какие-то были большими чиновниками в Армении впоследствии. Зампатылу, Аркадий, начальник столовой Славик. Они были друзьями Сержа Саркисьяна по пытке азербайджанских заложников. У них есть наркотик сахалов. Верно, азербайджанцы парадутся, азербайджанских заложников. Да. Они пытались. Все они салаты, Саркисьяна. Значит так, слушайте наркобизнес Сержа Саркисьяна. У Сержа Саркисьяна в Карабахе были свои наркотические плантации. И на этих плантациях они заставляли работать азербайджанских заложников. И для того, чтобы не умирать с голода, азербайджанцы собирали наркотики с этих полей. А эти поля были огромные, гектарами. Площадь этих полей были несколько гектаров. Они там работали. И они собирали наркотики, отдавали армянским военным, чтобы от военных получать хоть какой-то кусок хлеба. Понимаете, да? То есть армянские военные взяли у азербайджанских работников наркоплантации Саркисьяна для того, чтобы кормить их хлебом. Много было моментов, когда он хотел совершить самоубийство. Настолько надоедали ему вот эти пытки. Настолько ему это все надоело. И он в один момент думал, как бы с собой покончить, чтобы избавиться от всего этого. Его заставляли работать в полях, в плантациях. Чего только не заставляли делать. Но в итоге он остался жив. И он многое чего забыл. Он говорит, что очень много было разных пыток. Он много чего видел во время этих, во время нахажения в армянском плену. Но многое забыл. Идем, это было не так, что это было? В 96. июля апреля, января года, 5 Азербайджана, 1 эрмян ущага были. 5 Азербайджана? 1 эрмян ущага были. 1 мэн ущага, 1 ласынан ущага были. 1 мэн ущага был. 1 мульти ватэндаш был. Кислый хорбик был. Красный крест был. 2 мэн ущага был. На одного армянина. Представляете, да? На одного армянина 5 азербайджанцев обменяли. Вот такой расчет армянский. И одним из этих, кто был из этих 5, был наш Забель. Его тоже обменяли в 96 году. То есть, в 93 году, в апреле месяце он попал в руки армян, бандитам. Но армян их назвать не хочу. Это хайским бандитам. Это были хайские бандиты. Он попал в плен хайским бандитам. И вплоть до 96 года, до января месяца он был в руках в качестве заложника у этих бандитов. И потом произошел обмен. И пятых азербайджанцев на одного армянина приезжали. Сезар, у нас отец. Используя, что ж, в Мометах. Используя нашу Θелю, мы собирали бандит Азербайджан в приезжелом. Используя always заichскохозяйственниками и городской обменяли все это полное. Ониевозно-зachte, которые были в Украине. Мы кат, которые приехали за первой, за первой группой. Используя нашу чекцию ложат. Возвращаясь к нам, который у нас был так и сказал, что к Кюрдемиру в Круге. После этого был 15 лет назад в Курдемию мы узнали с Азербайджаном, и мы знаем из Азербайджан. Когда мы узнали, мы в Курдемию неизвестны. Но мы узнали с Азербайджаном, и я не знаю с Азербайджаном, и не с Азербайджаном, и я бы не ушел. У меня не было. Теперь мы взяли 20 минут. Теперь у нас будет брать ботерикам. Вы будете брать ботерикам. Есть ли? Ситуация была такая, что им там запрещали говорить на азербайджанском языке, альмяне. И настолько он отвык говорить на азербайджанском языке, он после того, как освободился, он не мог разговаривать на азербайджанском языке. И только после того, как рядом люди говорили на азербайджанском, он убедился, что вокруг свои, только после этого он начал говорить на азербайджанском языке. Ну, наверное, на этом мы закончим. У нас уже больше часа этот эфир продолжается, но на этом закончим. И я желаю нашему другу, нашему брату за обиду терпения. Вот я слушаю, у меня волосы дыбом стоят, я слушаю, а человек это все пережил. Представляете? И это он один ребенок, 15-летний ребенок все это пережил. И представляете, что происходило с женщинами, с детьми, с стариками, с людьми среднего возраста. Только остается догадываться. В смысле они уничтожить. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok